Добрый день, коллеги! Традиционно, если все видно, слышно, пришлите, пожалуйста, плюсик в чат. Меня зовут Веленский Павел, я руководитель отдела технической поддержки компании Риелта. Хочу вас всех поблагодарить за то, что вы нашли время и возможность принять участие в данном вебинаре. Также отдельно хочется поблагодарить компанию Торговый дом Тинка за организацию данного мероприятия. Сегодня хочется поговорить о нашей радиоканальной системе, но не в целом, а как бы о ее частях. Это о релейном расширителе радиоканальном и о нашем замечательном уличном извещателе Перон-8. Появился он из-за того, что не было на нашем российском рынке, не был закрыт сегмент такого рода охранных извещателей в бюджетном ценовом диапазоне. И, естественно, изначально Перон-8 появился в проводной линейке наших извещателей, ну и, в принципе, достаточно быстро нашел своего потребителя. Помимо нашей линейки Перон-8, вы можете видеть наш извещатель Перон-8 в линейке компании Болид, это S2000 Перон, так называемый. Ну и, естественно, со временем перекочевал в линейку радиоканала, то есть это тоже самое извещатель, только с возможностью передачи своих состояний по радиоканалу. Плата покрыта лаком специальным, чтобы обеспечить надежную работу при появлении конденсата на плате по эксплуатации на улице с перепадом температур различных. Вот. Значит, почему три переприемника? Потому что реализовано три канала обнаружения, которые работают, ну, соответственно, видим три линзы, также на картинке. Соответственно, три канала, три линзы. Работают линзы, точнее, каналы в паре, то есть либо нижний-средний, либо средний-верхний канал. Соответственно, в нижней паре у нас есть иммунитет к животным весом до 20 кг реализован. Извещатель имеет степень защиты оболочки IP54, работает до минус 40 градусов. Ну, тут надо, опять же, сделать ссылку на то, что не все батарейки при таком, не таких низких температурах будут себя достойно вести и нормально работать. Поэтому, если вы действительно будете устанавливать такой извещатель при высоких, при низких, точнее, температурах очень, то батарейки нужно подбирать правильно. То есть те, которые идут в комплекте, они ориентировочно до минус 20 градусов себя нормально ведут, потом уже начинают терять емкость. Значит, выполняется данный извещатель в двух вариантах, это перрон 8 с объемной зоной обнаружения и перрон 8B, это зона обнаружения типа штора. Дальность зоны обнаружения 12 метров гарантированная, что в одном, что в другом случае, что штора, что объемная зона обнаружения. Соответственно, защищать какой-то большой периметр можно, но не очень удобно, как здесь, например, на картинке у нас показано. То есть здесь большой длинный забор, и там через каждые 12 метров стоит перрон 8. С одной стороны, получается бюджетнее, наверное, чем более дальние извещатели ставить. Мне такое решение не очень нравится, но вообще, в принципе, такие решения встречались в нашей практике. И проекты видели мы, и продавали тоже на эти объекты, соответственно, оборудование. В моем понимании, наши извещатели, это больше защита периметра частного дома, или каких-то небольших по размеру периметров, защита фасадов зданий от проникновения, или любые похожие объекты. То есть это более понятное применение. Ну, хотя, если брать проводные, то, наверное, вариант с забором там вообще печально реализовывать. Ну, с радиоканалом там, конечно, проще, но может потребоваться много радиорушителей. Но, опять же, такие варианты применения есть. Данный извещатель работает с прием-контрольными приборами, или с нашими различными расширителями по радиоканалу. Немножко про радиоканал. Если кто не знает, то это двухсторонний радиоканал. Дальность действия на открытой площадке, на открытой местности до 1000 метров. Может, там, чуть меньше, чуть больше. Перон-8 имеет внешнюю антенну, соответственно, на картинке не представлено. Ну, соответственно, она вставляется снизу. Соответственно, вот как бы с внешними антеннами там дальность может даже побольше быть. Время работы от батарей, ну, не менее трех лет, наверное. В случае Перона-8, там, по другим извещателям больше. Вот. Ну, опять же, там, радиоканал позволяет у нас выставлять интервал опроса. И в зависимости от этого интервала, время может как стать меньше, так и больше. Например, если мы поставим там раз в пять минут, то, соответственно, там он и пять лет, и шесть может отработать в таком режиме. Ну, опять же, как бы, все будет зависеть от зимы, насколько зима холодная и так далее. То есть, какие воздействия были на элементы питания данного извещателя. Вот. Ну, радиоканал двухсторонний, радиообмен. Есть четыре, точнее, восемь частотных литер. В каждой литере основная резервная частота. 124 сети цифровых, то есть, это можно в одной литере, соответственно, организовать 124, не мешающих друг другу работать под сетей, ну, в одном частотном пространстве, условно. Вот. Реализована автоматическая регулировка мощности, передача сигнала от извещателя, извещений, да, то есть, если у нас радиоканал, расширитель и, например, какой-то извещатель стоят там в одном помещении, то нет смысла там на всю мощность своего передатчика кричать расширителю о своем состоянии, да, и вот в процессе радиообмена извещатели у нас с расширителем договариваются о мощности передачи, достаточной для доставки извещений, и продолжают работать на этой мощности до тех пор, пока не будет пропуска. Извещение, в этом случае извещатель восстанавливает полную мощность и уже отправляет на полную мощность, ну, и дальше опять мощность эту регулирует. Ну, двухсторонний радиообмен гарантирует нам доставку извещений, Есть возможность выставлять интервалы опросов датчиков, соответственно, более тонко подстраивать под какие-то нюансы объекта, то есть, где-то можно побольше поставить опрос, где-то поменьше. То есть, где реакция нужна на обычные события побыстрее. То есть, все тревожные события, естественно, присылаются сразу же, вне зависимости от интервала опроса датчиков. Правильно даже сказать, не опроса, а выхода в эфир. То есть, датчики выходят в эфир по своей инициативе, а решитель уже просто этот эфир слушает. Есть возможность в нашем радиоканале интеграции с различными прямоконтрольными приборами, как по протоколу, так и через классический вариант сухие контакты. Радиоканал достаточно давно мы уже так делаем. Наверняка он себя показал очень хорошо, достаточно надежность свою показал. И востребованность тоже можно понять по количеству наших партнеров по интеграции, компании, которые делают свои прямоконтрольные приборы и используют наши датчики в составе своей системы. Давайте перейдем дальше. Папирон V8 в принципе понятно, это достаточно недорогой, в данном случае сейчас речь пойдет на радиоканальном извещателе, а так как бы и проводной, достаточно недорогой уличный извещатель, который имеет неплохую помехоустойчивость и хорошую надежность. Следующее устройство, которое в рамках нашей следующей темы нам пригодится, это розетка ИРК, будем использовать. Соответственно это беспроводная розетка, которая позволяет тут вкратце ничего особого, не расскажешь, не покажешь, как она выглядит внешне. На данный момент так, сейчас идет разработка нового корпуса, и еделия должно стать существенно меньше. Позволяет коммутировать нам на выход напряжение 230 вольт с током 7 ампер максимум. Также есть исполнительный реле, то же самое ИРК, только не в виде розетки, а в виде реле. То есть это реле, так же можно коммутировать 230 вольт на выход, питается тоже от сети 230 вольт. И еще одно устройство, это ИРК исполнение 3, тоже реле, только тут уже коммутация не 230 вольт на выход, а просто два выхода и сухой контакт. Опять же питание от сети 230 вольт у него реализовано. То есть дополнительных никаких источников питания не нужно. Вот это нам сегодня понадобится для реализации нашей идеи управления. Допустим, давайте считать, что у нас есть некий частный дом, некий участок земельный, обнесенный забор, и мы хотим вдоль забора поставить некое количество извещателей перрон 8, и в итоге по тревоге своих извещателей включать либо какое-то общее освещение на территорию нашего участка, либо по зонам, это как бы не важно, просто будет зависеть, как мы это реализуем. Соответственно, будет зависеть количество устройств, которые нам понадобятся. Но принцип включения освещения я сегодня попробую показать, как это можно реализовать, используя наш БРШ-СРКР радиоканальный расширитель, наш извещатель перрон 8 РК, и в нашем случае розетку РК, ну, либо там ИРРК можно использовать также. Значит, непосредственно переходим к БРШ-СРКР. Это релейный расширитель, имеющий на своем борту 8 релейных выходов, типа сухой контакт, оптор реле там стоят, то есть возможность подключения до 31 беспроводного устройства, к нему можно привязать, есть возможность подключения ретрансляторов, то есть реализована поддержка ретрансляции, соответственно, можем увеличивать дальность действия системы. Есть возможность старта как заводской конфигурации, но нам она сегодня не подойдет, потому что это чисто охранный вариант функционала, когда мы имеем 4 реле охранных, куда можем привязать 31 беспроводное устройство в сумме, там неважно, хоть 5 на 1 реле, там 30, там 25 на другое, там 1 на 3, там или там все 31 на 1 реле, там ну либо поровну, там если получите и так далее. То есть это не имеет значения, то есть есть 4 охранных реле, туда мы, к ним мы привязываем извещатель, туда получаем тревоги, и еще 3 реле у нас на обобщенной информативной заводской конфигурации уходят, это разряды батарей, потери связи и, так сказать, корпусов. И там 8 реле используется, если мы привязываем к данному решителю ПТС кнопок тревожной сигнализации, то, соответственно, мы можем нажимать тревожную кнопку на кнопке тревожной сигнализации, тогда у нас будет размыкаться рулет, который мы привязали, и можем там еще использовать кнопки постановки снятия. Соответственно, у нас будет размыкаться, размыкаться 8 реле, и это реле мы можем завести на высчитающий какой-то прямой контрольный прибор, и это у нас будет постановка снятия. Ну, если, естественно, на том приборе есть там шлейф постановки. У нас сегодня другая идея, мы хотим привязать перроны 8, первым 8 к релейному решителю и, соответственно, по тревоге данного решителя хотим включать так называемое охранное освещение территории, то есть, которое позволит нам лучше разглядеть камерам видеонаблюдения, допустим, если нет инфракрасной подсветки или она там узконаправленная какая-то там, либо по каким-то причинам нам надо подсветить, осветить и так далее, лучше всю картину происходящего увидеть, то есть, привлечь внимание, возможно, или еще что-то. В рамках нашего вебинара мы назвали это охранным освещением. Соответственно, в нашем случае нам пригодится что? Нам пригодится конфигурирование с компьютера, для этого у нас есть 8 свободно конфигурированных реле, то есть, если мы не используем за воскликную фигурацию, мы можем эти реле настолько угодно, но они нам сегодня как раз не пригодятся. Есть два выхода управления от внешних источников, то есть, изначально они задумывались как контроль питания с источника питания, то есть, наличие основного сетевого питания и наличие питания от аккумулятора, но также в дальнейшем получилось, что их можно использовать в сценариях, как какие-то логические события, обрабатывать их и, в зависимости от их состояния, запускать какие-то действия. Есть у нас 32 независимых сценарий, которые позволяют настраивать тактику работы встроенных реле и, соответственно, беспроводных исполнительных устройств. Вот это нам сегодня пригодится. Мы будем использовать сценарий и будем настраивать тактику работы беспроводного исполнительного устройства в виде розетки РК. Все будет достаточно просто. В целом само устройство, сам БШС РКР и его сценарий позволяют делать более сложные какие-то решения, более сложные схемы управления. Кому это будет интересно, они могут более углубленно в это все погрузиться и подумать, как бы они еще могли использовать данный расширитель. Также есть возможность работы в режиме автономного ПКП. Опять же, все это настраивается через сценарий, то есть можно реализовать через БШС такую схему, что, опять же, мы можем взять перрон 8, можем взять релейный расширитель, можем взять кнопку тревожной организации и, например, какой-нибудь трубачий РК – это светозвуковой оповещатель. Все это привязать и настроить работу данного расширителя таким образом, что при кнопке, поставленной на охрану, нажатой, соответственно, при тревоге с перрон 8 у нас будет включаться световое оповещение и сирена. При кнопке «Снят» с охраны, соответственно, включение сирены и световое оповещение происходить не будет. Такой, получается, условно автономный прием и контрольный прибор. То есть можно и такое сделать. Но сегодня у нас речь будет не об этом. И при этом, в принципе, если там похожий вебинар проводили с компанией Тинка, и, скорее всего, в видеоматериалах, которые на сайте компании Тинка представлены, можно его найти и там, соответственно, посмотреть, как сделать автономный прием и контрольный прибор. Насколько я помню, вроде у нас такой вебинар был. Ну, я вижу сейчас еще, что там активно пишут вопросы в чат. Ну, пока я вижу два, на самом деле. Я тогда пока быстро отвечу. Частота радиоканала, да, я не озвучил. 433 МГц стандартно. Вот. И ничего плохого в этом я не вижу. И есть ли мобильное приложение для управления? Мобильного приложения нет, потому что это простейшее устройство. То есть все конфигурирование происходит либо, условно говоря, вручную, там при помощи тампера и перемычки. Очень просто все это реализовано. Ну, опять же, вот там есть на канале Тинка видео по этому поводу тоже. Ну, если как бы нет на канале Тинка, то есть на нашем сайте. Вот. Можно их тоже найти. Соответственно, конфигурирование заводской, то есть настройки заводской конфигурации. Там все это показано. То есть очень просто. Одели перемычку, пощелкали тампером, добавили датчики, сняли перемычку, все работает. Вот. А мобильного приложения нет. Еще раз говорю. Ну, давайте продолжим. То есть, ну, принцип по устройству, наверное, понятен. Значит, ну, вот так выглядит плата самого расширителя. Соответственно, вот здесь питание. Входы S1, S2 — это то, что два входа управления. И, собственно, 8 реле. Батарейка для часов реального времени. То есть при конфигурировании выставляется время. И потом можно к этому времени привязать какие-то сценарии. Ну, и тут уже то, что я озвучил, расписано стандартная заводская конфигурация. Четыре тревожных реле, три реле общего обобщенной информативности и, соответственно, реле постановки снятия. Ну, опять же, нам все не нужно, просто чтобы быть в курсе. Давайте сейчас я попробую включить трансляцию экрана. У меня, в принципе, подготовлены слайды, но по слайдам не так интересно. Попробуем транслировать экран. Тогда... Так, секунду. Так, сайт нашей компании, Reelto.ru. Сюда можно зайти. Есть раздел радиоканал. Соответственно, погружаемся туда. Здесь есть вкладочка «Программное обеспечение». И, соответственно, для конфигурации нам потребуется вот этот конфигуратор. Конфигуратор для BRS-RK 4805 вполне один. BRS-RK-R наш случай. Или MatBus-RK тоже есть у нас, как бы почти уже есть. То есть оно, в принципе, сделано. Но пока еще на складе не появилось. Это MatBus-RK тоже интересный расширитель, работающий с нашими датчиками и позволяющий интегрироваться по протоколу MatBus в различные промышленные системы. Ну, соответственно, нам надо скачать этот конфигуратор в LADGRK 3.1 версии. Нажимаем, скачиваем. Все. Устанавливаем, устанавливаем драйвера и, соответственно, попадаем в конфигуратор. Конфигуратор. Подключаем через USB-кабель расширитель. Видим, он здесь появился. Нажимаем на него. Видим ниже в окошечке версию программного обеспечения. Серийный номер. Частотную литеру. Частотную литеру мы можем выбирать. Это 8 частотных литер ACCEM. Это новые частотные литеры, где все клюшки работают. И есть еще режим совместимости со старыми датчиками. Если где-то на объекте осталось, надо заменить. Можно выбирать литеры MRF от 1 до 4. Соответственно, в этом случае, система будет работать со старыми и с новыми датчиками в режиме совместимости. Либо, если мы устанавливаем литеру ACCEM, то, соответственно, это уже только новые датчики. Старые датчики на зеленых платах работать не будут. В случае появления таких датчиков всегда можно литеру сменить. Единственное, что придется все пересвязать. И тогда старые датчики тоже заработают. Далее, номер сети. Это то, о чем я говорил. 124 подсети цифровых. Соответственно, в каждой литере может быть. С завода обычно частотные литеры могут быть на устройствах одинаковые. Номер сети обычно разный. Вероятность того, что у вас попадется два устройства с одинаковым номером сети, там практически нулевая. Но все равно, если мы систему разворачиваем на объекте или у нас там есть достаточно плотные объекты по количеству расширителей, то там, конечно, надо отслеживать и частотную литеру, и номер сети, чтобы это у нас не пересекалось во избежание различных коллизий, так сказать, потерь датчиков. Когда два расширителя и датчики начинают мешать друг другу. Один расширитель слышит чужие датчики. Если там стоит одинаковая литера и сеть, то это очень-очень вероятно, что с такой ситуацией вы столкнетесь. С такой проблемой имеется в виду. Поэтому при большой плотности на объекте радиоустройств, имеется в виду расширители, надо за этим следить. Если мы там ставим где-то один расширитель, то, в принципе, вероятно, что там рядом будет расширитель где-то работать с такими же параметрами, тоже где-то близок к нулю, поэтому можно на это не обращать внимания. Опять же здесь задается период связи и индекс периода контроля. Период связи – это, соответственно, время, через которое датчики будут выходить на связь с расширителем, то есть отсылать ему извещение о своем состоянии. Период контроля – это количество пропусков, так называемое, которое можно допустимо при радиосеансе, то есть выше которого уже будет выдано сообщение о потере связи с датчиком. Соответственно, если у нас стоит период связи 30 секунд и количество пропусков 5, то мы 30 секунд умножаем на 5 и добавляем еще 30 секунд. Получаем, как здесь подсказка, 180 секунд – это время формирования извещения о потере связи. Поменяем, допустим, на 10 секунд. Видим, что уже через 60 секунд мы получим, то есть если 5 раз устройство не выйдет на связь, то через 60 секунд мы уже получим в общей сложности извещение о потере связи. Ну, вот эти параметры, которые здесь задаются, будут потом по умолчанию присваиваться датчикам вновь привязанным. Ну и в дальнейшем их тоже можно будет поменять уже. Ну вот это вот стартовое значение пока оставим как было. Далее видим по расширителям регистрацию устройств, режим выключен, корпус вскрыт. Вот я тампер нажму, у нас корпус уйдет в сообщение о вскрытии. И выход 1, выход 2 – это S1, S2, точнее входы. S1, S2, то, что я показывал на слайде, да, они сейчас подтянуты к минусу, соответственно написано замкнуты. Если мы их от минуса открепим, так сказать, оттянем, да, то, соответственно, будет написано разумкнуты. То есть это два состояния этих входов. И по этим состояниям тоже можно применять дальнейший сценарий. Ну, давайте сейчас попробуем добавить датчики. Для этого мы можем либо на название расширителя нажать правой кнопкой мышки и выбрать начать связывание, либо можем вот в этом окошке в свободном месте нажать правой кнопкой мышки, и это будет единственное, что здесь можно выбрать, ну, начать связывание. Нажимаем начать связывание, на датчике мы должны произвести следующую процедуру. Ну, сейчас у нас в комплекте поставок идут изоляторы на батарейке, да, точно. Изолятор изымаем, сначала изымаем изолятор резервной батарейки backup, затем вынимаем изолятор основной батарейки main. Ну, вот я эти процедуры сделал, и у меня появился первый датчик Peron 8. Видим его состояние, корпус скрыт, уровень сигнала 136, но должен быть больше, но у меня, собственно, не вставлена антенна ни в расширитель, ни в датчик. Сейчас на данный момент вот так все это у меня на столе, но, наверное, необходимости особо в этом нет. И видим, что период связи у нас 30 секунд, индекс периода контроля 5 секунд, то, что мы задали вот здесь вот в начальных параметрах расширителя. Ну, и при желании здесь мы можем эти параметры поменять в дальнейшем. При этом эти параметры меняются безболезненно, а вот, например, если мы сейчас захотим поменять литеру, то у нас перестанет работать датчик. Нам придется все заново пересвязывать. Вот это надо иметь ввиду. Так, ну, Peron 8 добавили, теперь давайте добавим розетку, тоже правой кнопкой мышки нажали, начать связывание. Розетку я втыкаю в розетку. Ну, к сожалению, мы хотим сделать так, чтобы можно было смотреть, что мы делаем, но не получилось у нас. Поэтому придется вам верить на славу. Вот, все, розетка добавилась. По розетке мы видим, соответственно, что статус канала, она сейчас выключена. То есть нам по длине нет 230 вольт. Ну, уровень сигнала 154. Ну, серийный номер версии ПО как бы видим, но нам это особо не надо. Ну, и видим параметры, что, соответственно, задались тоже период связи 30, индекс периода контроля 5. Вот. Ну, для нашего эксперимента, чтобы у нас все было быстро и отзывчиво, мы сейчас 30 секунд поменяем на 4 секунды. Изменения происходят параметров вот этих вот в течение периода связи. Соответственно, когда я новые параметры ввел, у меня это значение могло меняться до 30 секунд. Просто нажал кнопочку на розетку, чтобы она выдала нам уровень сигнала, да, и, соответственно, она в этот же момент передала извещение. Обновление этих параметров происходит в период связи, соответственно, когда извещатель скидывает свою информацию о состоянии, в этот же момент ему мы закидываем новые параметры. То есть если у нас здесь стояло 10 минут, то нам бы пришлось ждать, если бы мы не вскрыли корпус извещателя, не нажали в какую-нибудь кнопочку, либо не дали тревогу на извещателе, мы бы ждали занесения туда этих параметров до 10 минут вполне могли прождать. Вот. Поэтому процесс можно ускорять, там, вскрытие корпуса или еще что-то для того, чтобы параметры залетали быстрее. Вот. Значит, ну, по добавлению всего. Значит, у нас есть расширитель, есть датчик, есть исполнительное устройство, которое нам надо будет активировать, чтобы оно у нас условно включало свет. Вот. Ну, корпус вскрытия у меня останется, потому что я не хочу закручивать винты на перроне восьмом. Вот. Ну, видим, я сейчас рукой поводил перрон и появилась тревога. Значит, далее нам нужно сфигурировать сценарий, который позволит нам активировать исполнительные устройства. Для этого вот здесь вот есть иконка гаечный ключ с отверточкой, мы на нее нажимаем, у нас открывается дополнительный конфигуратор, это называется конфигуратор сценариев работы БРСРКФ. Значит, идет процесс чтения, ну, как бы, параметров, сценариев и так далее. То есть то, что сейчас задано, у меня так ничего не изменено, соответственно, на заводской конфигурации. Значит, что мы можем видеть в левом окне? Список исполнительных устройств. Это, собственно, самая большая СРК и его восемь реле. Вот. И, соответственно, наша розетка и ее условно выход исполнительный. Вот. По реле там чуть-чуть в сторону отойдем. То есть, допустим, я выбираю первый реле. Вижу, что в этом окне вижу, какие сценарии применены к этому реле. В нашем случае только первый сценарий. Я могу выбрать этот первый сценарий. Здесь вижу параметр сценария в правом окне. Параметр сценария номер один. Вижу, что режим работы – активация. Задержка без задержки, без ограничений все происходит. Активация данного сценария происходит по параметру «нарушен пожар». И далее видим, что здесь нет никаких выбранных событий. Есть только фильтр по адресам ОУ. И все. При этом здесь тоже ничего не выбрано, поэтому, несмотря на то, что галочка стоит, здесь все будет работать при появлении любого, с любого датчика, с любого извещателя параметра «нарушен либо пожар». Будет происходить активация этого сценария, соответственно, реле будет менять свое состояние. Значит, если оно у нас изначально включено, то есть замкнуто, то при появлении «нарушен» будет размыкаться. Ну и также мы можем сказать для второго реле. То есть второй сценарий – все то же самое и так далее. До четвертого реле будет похоже. С пятого реле мы видим, что здесь пятый сценарий. Смотрим сценарий номер пять. «Активация без задержек, без ограничений». В активации по состоянию ничего нет, а здесь галочка «по вскрытию». То есть при любом вскрытии корпуса любого устройства у нас будет активироваться пятое реле. Ну и так далее. То есть это вот заводская установка. Все эти параметры на этих реле можно поменять. То есть эти все… Первый сценарий я взял, выкинул его из активных и перенес сюда девятый. Теперь первый реле будет работать по сценарию номер девять. Ну для этого, правда, еще нужно конфигурацию записать в устройство. У нас сейчас цель не эта. То есть девятый возвращаем, первый тоже возвращаем. И переходим, открываем розетку РК. Видим ее, исполнительный выход. Выбираем его. Видим, что никакой сценарий сюда не применяется. Ну и допустим, пускай нашим сценарием будет сценарий номер десять. Значит, нам нужно что сделать? Нам нужно, чтобы у нас происходила активация нашего исполнительного выхода на беспроводной розетке. По задержке, без задержки ставим. Длительность активации. Давайте выбирать нужно столько, сколько вам надо. Ну, допустим, я поставлю десять. Значит, выбираем выход. Выбираем десятый сценарий. Сразу его перенесем сюда, в активный сценарий. Можно двойное нажатие мыши левой клавишей. Мыши это сделать. Можно стрелочкой зеленой. Вот наверняка все. Теперь уставим параметры. Активация. Без задержки, без ограничений. То есть время работы выставим, пускай будет 20 секунд. Активация по состоянию канала нарушена. У нас у радиоканальных устройств есть, могут быть четырехканальные, точнее двухканальные. Но предусматривает по такому возможности до четырех каналов в одном радиоустройстве. Соответственно, перрон 8 – это одноканальный датчик, поэтому достаточно выбрать только первый канал. Ну, если мы выберем второй, третий, четвертый, на всякий случай ничего не случится, это никак не повлияет на работу сценарий. Главное, чтобы был выбор первый. И ставим фильтр по адресам. Смотрим. Перрон 8 – наш первый адрес. Соответственно, по тревоге с первого адреса, мы будем на 20 секунд включать выход. То есть к нему применен сценарий номер 10. Выход исполнительного устройства. Все, теперь нам нужно это сохранить, то есть конфигурация, записать устройство. Все записалось. Соответственно, ниже можем видеть, что у нас тут опять же время идет, дата стоит, то есть все это автоматически синхронизировалось с расширителем. Видно здесь прошивки версии, то есть все это можно обновить с ненужным. Переходим в конфигуратор. В основном конфигураторе, сейчас мы здесь все это будем смотреть. К сожалению, опять же, нет возможности красочно показать, что там что-то зажгли и включили. Но, опять же, я сейчас дам тревогу. Мы увидим это в статусе канала, здесь будет тревога. И, соответственно, мы должны увидеть статус канала, включена по розетке. Сейчас даю тревогу. Здесь тревога. И видим, включена. То есть розета включилась на 20 секунд, через 20 секунд она должна выключиться. Сейчас мы тоже увидим. Тревога ушла. Чуть-чуть подождем. Надо было меньше времени поставить. Все, видим, розетка отключилась. Таким вот образом нехитро можно конфигурировать сценарий различный, в том числе, в нашем случае, для включения охранного освещения на какое-то время. И, опять же, можно придумать различные другие вариации использования вот этих сценариев, то есть управления. То есть у нас есть различные датчики, сигнализаторы, есть датчики температуры, датчики затопления. Можно через эти же исполнительные устройства все включать, выключать электроприводы на шаровые какие-то, на трубы установленные, перекрывать воду, открывать воду. То есть придумать можно много чего. В данном случае мы рассмотрели вариант с включением охранного освещения по тревоге. Давайте вернемся обратно к презентации. Ну, в принципе, все, что я донести хотел, я донес. Показал, как конфигурируется наше устройство через радиоконфигуратор, через конфигуратор сценариев. То есть такая вот вводная первичная информация. Кто-то продукт заинтересовал, можете далее, так сказать, изучать, писать нам, задавать вопросы, смотреть наши ролики, там другие по данному продукту. Ну и, соответственно, если сейчас у вас возникли какие-то вопросы, я с радостью готов на них ответить. Калькулятора для радиоканала у нас нет, но, опять же, как бы это все такое виртуальное на самом деле, потому что вы все параметры своего объекта никогда в жизни в него не введете. Вот, поэтому мы ориентируемся очень просто. То есть две капитальные стены и, если помещение там, и одно-два перекрытия вниз-вверх, все. Дальше уже как бы по особенностям объекта. То есть где-то это может быть лучше, где-то это может быть хуже. Ну, грубо говоря, там в моем многоэтажном доме у меня пробивает шесть перекрытий вниз радиоканала. В нашем старом здании, где мы расположены, это еще здание начала 1900 года постройки. Здесь, дай бог, три этажа пройдет сигнал. В зависимости, если наискосок, то бывает и два этажа не проходит. То есть много кирпичных стен там, больших, толстых, да, и непонятно, что там еще в межэтажных перекрытиях. Все зависит от конфигурации объекта. И, соответственно, радиоканал, калькулятор – это хорошо. Но чаще всего все равно после калькулятора приходится либо ретрансляторы докупать, либо получается, что мы там перенакупили всего. Друзья, если вопросов нет, то, в принципе, я предлагаю, если они еще появятся, писать нам техническую поддержку, либо звонить. Все контакты вы видите на экране сейчас. Также можно воспользоваться сайтом нашим, там есть форма обратной связи, можно там свои вопросы оставить со своими контактами. Мы вам обязательно либо перезвоним, либо ответим почтой, ну, зависит от того, как вы там себе оставите контактную информацию таким образом. Ну, соответственно, приглашаю, опять же, всех посмотреть ролики и наши, как бы, и не наши, на канале Торгового дома Тинка. На нашем канале тоже, пожалуйста, смотрите. Напоминаю, что все это оборудование, не только там другую нашу продукцию, можно достаточно оперативно приобрести в Торговом доме Тинка. Благодарю Торговый дом Тинка за организацию данного мероприятия. Ну и всем тогда хорошего дня. Еще раз огромное спасибо, что нашли вот эти вот 45 минут, чтобы поучаствовать в данном вебинаре. Все, всем успехов, всем спасибо. До новых встреч, до свидания.